Добрый вечер! Почему не дать ему шанс доказать, что он понимает? Попытка не пытка. Это конструктивнее, чем стоять в поле на ветру и твердеть не уйду, пока Путин в Кремле. А время достаточно быстро обнажить истину. В предыдущем выступлении я говорил о моральной катастрофе, которая постигла Россию, о распаде института семьи, падении нравственности, алкоголизме, педофилии и всего остального. Это очевидное следствие. Но следствие чего? Многие спрашивают, в чем причина, где корень зла. Мы ищем объяснение то в крайней бедности, то в 70-ти годах советской диктатуры, то в плохом президенте. Мой ответ для многих будет неожиданным. На мой взгляд, дело в том, что подавляющее большинство населения России, подобно ряду других стран Африки и Востока, живет в отличном от Европы историческом измерении, а точнее в средневековье. Но в отличие от Африки и мусульманских стран, мы как ни крак Европы. Нам от Европы никуда не деться. Мы ни Китай, ни Индия. И несмотря на то, что восточное христианство на Руси почти не развивалось с 5 века, мы все равно культура европейская. Несовпадение культурных ценностей России и Европы особенно не популяризируется, а между тем эта разница существенно повлияла на состояние морали в России. Я думаю, что кризис национального сознания, апатии и даже отчаяния вплотную связан с резким изменением исторических и экономических условий после крушения СССР. Неожиданная свобода без правил, которая установилась в стране, резкое обнищение населения, стремительное обогащение отдельных людей и, главное, информационный океан, обрушившийся на людей с сознанием, которое было веками изолировано от остального мира, все это вызвало растерянность и комплекс неполноценности. И как мы не старались убедить себя, что у нас особый путь, постоянное сравнение себя с Европой нам было не избежать. И это сравнение не в нашу пользу. Посмотрите, выехав в Европу, мы всегда удивляемся, что там чисто, люди вежливые, не выкидывают мусор из окон, водка непаленая, ну и так далее. А приехав домой, поначалу замечаемся безобразие, но быстро втягиваемся в привычный для нас образ жизни. Нам очень трудно понять, почему у нас не так, как у них. Объяснение лежит, как я уже сказал, в средневековом сознании россиян. И не надо воспринимать это как недостаток или оскорбление. Я не вижу ничего страшного в том, что Россия еще в начальной школе цивилизационного процесса. Для меня ученик начальной школы ничем не хуже студента университета, а в чем-то даже лучше. В этом смысле я утверждаю вслед за Львовом Гумилевым, что мы еще молодая нация. Нам еще предстоит сдать экзамены старших классов, прежде чем поступить в университет. Трудно осознать, что разные цивилизации развиваются с разной скоростью. Повторяю, понять это нелегко. Подобно тому, как средневековому человеку невозможно представить, что в тот момент, когда он просыпается на другой стороне планеты, миллиард людей ложится спать, так и нам трудно ощутить разницу в уровнях исторического развития народов. Разницу в часовых поясах можно ощутить мгновенно, перенесясь с помощью самолета в другую часть света, ибо временная разница вызывает физический дискомфорт, расстройство биоритмов человека, страдает головной болью, засыпает в него время и так далее. И нужно некоторое время, чтобы приспособиться к другому часу суток. По-английски этот феномен называется jet lag. Так вот, применительно к разнице в уровнях исторического развития народов, я бы использовал понятие «исторический jet lag». Внешние приметы современности общедоступны по всему миру. Кока-кола, Макдональдс, Мерседес, джинсы, рэп, Гарри Поттер – все это обманчиво. Они не меняют веками устоявшихся глубинных ценностей, определяющих поведение человека той или иной культуры. И в Саудовской Аравии неверной жене могут рубить голову, в то время как ее муж, поменяв свою джалобию на костюм Брионе, катается в Бентли по Лондону. И когда я сегодня слышу, что кто-то говорит шутя, это какое-то средневековье, я серьезно замечаю – это правда. Давайте разберемся, почему справедливо мое утверждение, что Россия живет в феодализме. Но вообще-то настоящего феодализма на Руси не было. Так как не было феодалов, которые могли ограничить власть князя, а были сатрапы, целиком зависящие от него. А вместо рыцарей были свои служилые, княжеская дружина, которая, подобно рыцарям, кормилась за счет оброка земледельца, тяглового сословия. Поскольку в России не было условий для возникновения независимой буржуазии, служилые люди, кормившиеся за счет труженика, не встречали оппозиции. Ну и при Иване Грозном это были опречники, потом становые, чиновники, судьи, губернаторы. Все это паразитирующее сословие оставалось вплоть до реформ Александра II. В начале XX века возникающее новое буржуазное сознание было жестоко искорено большевиками. Советская власть на какое-то время затмила естественную культуру Руси насильственным внедрением стерильного нового сознания строителя коммунизма, как винтика государственной машины. Но с перестройкой и с распадом советской власти народ, в своей истории первый раз получив неограниченную свободу, по-своему воспользовался ею и стал быстро возрождать ценности, присущие его менталитету. Феодализм гнездится у нас в каждом чулане, стоптанном валенке, под сидением бронированного Бентли и в золотых часах ролик с нахоленой руке. И русский муж в расросе будет обращаться со своей спутницей в добрых традициях XVI века. Посмотрите окрест себя, куда ни глянешь, братки, крыши, рейдерство, убийство за отказ платить дань или делиться своими активами. Суды по понятиям и все проникающие готовность нарушить любой закон любого представителя власти. Сопротивляться бесполезно, даже рабство возродилось. Недаром в Кущевке судят за это мать цапка. Что это как не феодализм? Почему это так? Каждая эпоха вырабатывает базовые ценности и понятия, которыми руководствуется человек в своей поседневной жизни. И эти ценности сформировались еще в средневековье у нас и с тех пор не изменились. Я возьму только четыре понятия, которые на мой взгляд основные. Первое. Отношение к богатству. Как мы относимся к богатству? Радуемся мы лишь, если видим, что наш сосед богат. К сожалению, наоборот. Наворовал, схитрил, словчил. Вот бы отнять и разделить поровну. Такая мысль так и свербит где-то в мозжечке. И хотя эти ненависти бывают справедливы по отношению к изворовавшимся чиновникам, неприязнь ко всем успешным людям в России повсеместна. В феодальном сознании возвышение соседа воспринимается как угроза собственного благополучия. Помните поговорку? У соседа корова сдохла. Пустячок, а приятно. Итак, перераспределение богатства. Основа феодально-общенного сознания. Ее возникновение объяснимо. В тедалекие времена богатство измерялось количеством земных владений. Феод по-латыни это надел земли. Земля на планете существует в неизменном количестве, поэтому землю можно только перераспределить. Отношение феодала к деньгам, как к земле, которая может только перераспределяться, рождало вывод, что обогащение другого всегда идет за мой счет. Но как результат мы до сих пор воспринимаем возвышение соседа как угрозу собственного благополучия. Отсюда зависть и желание облить дерьмом каждого, кто успешнее нас. Об этом я и снял Курочка Ряба. Фильм, который так не любят защитники русского народа. Но жизнь много раз подтвердила правоту моего анализа. Судьбы тех успешных фермеров, которых вынудило разориться и уехать окружение завистливых бездельников. В России человек не может гордиться своим богатством, даже если он нажил его честным трудом. Он старается поскорее скрыться за высоченным забором от вглядых посторонних. Вы не замечали, что после перестройки Россия стала страной самых высоких заборов? Правда же? Следующая базовая ценность. Степень доверия. Вдумайтесь, кому вы лично верите. И много ли народа верит вам? У нас в России никто не верит никому. Пословица «оглянись вокруг себя, не имеет ли кто тебя» – самое яркое доказательство этого. Мы не верим продавцу в магазине, начальнику на работе, офицеру ДПС, законам судье, прессе, власти. Прошедшие выборы – наглядный пример взаимного недоэрея народа и государства. Каждый, как на базаре, старается уличить другого в жульничестве. Но в Европе, например, нигде даже не видно. Низкий уровень доверия – еще один признак феодализма. Многие из вас мне тоже не верят. Все думают, что это он критикует. Ему, значит, выгодно. Или у него какая-нибудь задняя мысль. Так вот, чем ниже уровень доверия, тем более вероятность того, что власть, чтобы влиять на исполнение поручения, вынуждена стремиться к централизации, к ручному управлению и, в конце концов, к авторитаризму. В феодальном обществе круг доверия ограничивается семьей и близкими друзьями. Знакомый пейзаж, правда? Все, что за пределами семьи, вызывает полное равнодушие к проблемам чужих и даже враждебность. При низком уровне доверия расцветает средневековое понятие «непотизм» – назначение своих родственников и дружков на всевозможные выигрышные посты. Семья, как понятие, возродилась сразу в 90-е. Помните? Достаточно было произнести это слово, и все понимали, о какой семье идет речь. В Европе передача государственных привилегий своим детям абсолютно исключена. Что же в странах с феодальной нравственностью? Все места около больших потоков бюджетных денег заняты детьми родственников, властных родителей. И, конечно, разговоры о социальных лифтах и быть не может. Перейдем к еще одной ценности – личная ответственность. Жесткая внутренняя дисциплина. Вот как блогер Дэнил Парк пишет. Очень мне понравилось. Почему на станциях метро устанавливают высоченные конусы, чтобы прекратить путь безбилетникам, прыгающим через турникеты? Почему у нас все выходы на вокзалы перегородили заборами от зайцев? Кто бегает от контролеров? Кто сам сует деньги за нарушенные правила, а потом вопит, что виновата ГИБДД? Сколько человек из вас ездит на автомобиле по купленным правам? Сколько человек из вас получает зарплату в конверте и не платит налоги? Сколько человек из вас торгует дипломами и другими документами в переходах метро? И сколько покупает их, чтобы потом использовать при устройстве на работу? Кто работает на производствах, выпускающих продукты питания, которым можно отравиться? Кто работает в магазинах, втюхивающих эти продукты, да еще просроченные? Кто, как только попав в начальнички, даже мелкого калибра, начинает тянуть деньги и брать взятки? И, наконец, откуда берутся эти самые чиновники, на которых вы жалуетесь? С Марса прилетели? И Путин их всех назначил и дает инструкции? Или американцы их туда заслали? Да нет, они ходили с вами в одну школу, вместе в институтах учились, выпивали с вами вместе. По-моему, очень хорошо сказано. Ответ на эти вопросы один. Русская история не воспитала в людях чувство персональной ответственности. Я об этом уже писал и буду писать и повторять бесконечно. Безответственность сохранилась у нас со времен крепостного права, при которой крепостной холоп-земледелец ни за что не отвечает. За него отвечает Господь Бог, его владелец и плохая погода. Православный обряд раскаяния, искупления, отпущения греха тоже способствовал распущенности человека. Новый грех позволяется и всегда может быть отпущен в будущее. Нежесткий расплывчатый этический код – признак феодального сознания. Жесткие социальные обязанности, правила, которые нельзя нарушать, были насильственно привиты европейцам в период возникновения капитализма. Это был нелегкий болезненный процесс – воспитание гражданина. И нам еще предстоит, если мы хотим расти, развиваться, как современная нация, этот процесс. И последнее. Отношение к труду. Ну как может относиться к труду крестьянин, который знает, что половину, если не больше, у него отнимут служилые люди, что-то заберет сборщик оброка, ему останется только на пропитание и на следующий посев. Как может относиться к труду земледелец, не знающий, какой будет урожай при таком неустойчивом климате, как в средней полосе России. Но детей кормить-то надо. Поэтому для феодального труженика, который работает не на своей земле, труд – это бремя, неизбежное зло, а настоящее удовольствие можно получить лишь вне работы. Знакомая философия. Так большинство россиян сегодня относятся к своей трудовой деятельности. Но бывает другое отношение к труду. Оно может быть радостью, удовлетворением, если ты знаешь, что свой продукт ты можешь продать по своей цене. Если ты знаешь, что качество твоего продукта зависит от твоего таланта и умения. Если ты знаешь, что вырученные деньги ты можешь истратить по своему усмотрению и положить в банк. Все эти понятия недоступны для феодального человека, так как они возникли в классе ремесленников и торговцев по мере развития мелкой буржуазии. В России государство делает преступно мало, чтобы защитить мелкого собственника от оравы, паразитирующих служилых людей, как и пять веков назад. Я перечислил не все ценности, которыми руководствуется современный человек, но даже этого достаточно, чтобы осознать, какие устаревшие понятия мешают нам стать современным обществом. Конечно, не во власти русского народа было изменить географические, исторические условия, в которых развивалось его сознание и культура. Это была судьба. Мы очень талантливый, добрый, терпеливый народ, но отсутствие определенных принципов в нашем этическом коде способствует проявлению худшего в человеке, эгоизма, равнодушия, тотального недоверия, в конечном счете постоянной готовности к агрессии, что делает обывательскую жизнь очень трудной. И что важно, большинство людей даже не знает, что, возможно, иная жизнь. Но уверен, пока народ будет исповедовать средневековые ценности, власть будет тоже средневековой, и методы ее будут соответствующие. Усвоение новых правил – задача колоссальной трудности. Даже если кто-нибудь из нас решит сегодня жить по-другому, он тут же столкнется с феодальным сознанием за пределами своего дома – в трамвае, в магазине, в суде. У меня есть некоторые надежды на изменения политики государства. И я надеюсь, что власть поймет, что никакие новые школы, больницы, местные соуправления и самые продвинутые нанотехнологии не избавят Россию от окуренившихся несколько веков назад понятий и приоритетов. Все останется по-старому. И если мы не осознаем, как далеко мы отстали, в течение одного-двух поколений нам суждено скатиться в неолитм и там остаться. Я жду, когда лидер нации открыто признает, что Россия еще не избавилась от феодальной психологии. И что государство готово употребить все свои ресурсы и мощь – школу, законы, телевидение, прессу, церковь, религию – для внедрения в сознание людей новой системы ценностей. Открытое признание наших недостатков может быть первым шагом на пути к модернизации, на пути к воспитанию свободного русского человека. Я жду решимости и откровения от Владимира Путина. И не знаю даже досли. Ну что ж, тогда будем продолжать жить по понятиям и не замечать. Жили же тысячу лет. Всего хорошего.